О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите в выпуске «Новостей губернии». Председатель Госдумы России Вячеслав Володин посетил Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева в Чкаловском округе. Глеб Никитин посетил с рабочим визитом Заволжье и Городец. Цикл стратегических сессий завершился в Балахне. Подробности далее. Только на Волге находятся 16 регионов. Вот каждый регион с удовольствием заказал 5-6 Волдаев для того, чтобы внутри региона ослять перевозки, соединив областной центр с городами области. Вячеслав Володин, едва попав в один из цехов ЦКБ, обозначает задачу для корабелов сразу – крылоты судна необходимы для развития речных перевозок, понимая, как заправский купец, что товар у Нижегородской области отменный. Региональное правительство по собственной инициативе создало и развивает свою флотилию скоростных судов на подводных крыльях. Вот отдать должное губернатору Нижегородской области, Ряб Сергеевич, он в это не только поедет, но в это и живет. И благодаря этому выработало предприятие, некое знаменитое возродило. Но если говорить о его будущем, конечно, важно, чтобы это предприятие стало представлять суда для всех регионов Российской Федерации. Мы готовы строить для всех судоходных компаний России, но в данном случае первые два метеора работают уже, вторую навигацию отрабатывают в Хантамансийском округе, на Опертышском бассейне. Вот этот метеор идет в Нижний Новгород, причем Нижний Новгород заказал три метеора. Рядом с цехом на Стапелях новенький метеор, потомок детища Ростислава Алексеева. Он как раз один из трех судов для Нижнего Новгорода. Что такое метеор? Это скорость, это комфорт, это отсутствие эрозии на поверхности при скорости 70 км в час, которая идет в среднем наш метеор. Здесь много что сделано, понизирована шумность метеора, достигнуты хорошие характеристики, скоростные. Мы сегодня имеем дальность хода, это 900 км, реальную дальность хода. Производство таких судов – дело недешевое, и закупить летящие корабли регионом самим невозможно. Поэтому одна из важнейших задач для развития речного транспорта – сделать метеоры и Валдаи доступными. С одной стороны, снизить себестоимость, с другой стороны, сделать все для того, чтобы предприятие устойчиво и летабельно работать. Ну и, конечно, главный отец создав наш отечественный продукт, обеспечить гражданам комфортной мобильностью по реке. Важность развития этой отрасли понимают все присутствующие. Эффект отлетающих над водой метеоров и Валдаев уже оценили в нашем регионе. Это не только развитие собственной промышленности, это еще и развитие береговой инфраструктуры, транспортной доступности и туризма. Служба информации Михаил Кузьмин, Сергей Володин. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как отметил губернатор, эта проблема общая для всей системы здравоохранения. И для ее решения в области реализуются различные программы. Мы соответствующие приоритеты подстраиваем под развитие секторов и кластеров конкретных секторов экономики. И здесь есть все основания теперь это делать. У города Заволжья совершенно замечательное будущее. Самое главное – свой характер. Также с рабочим визитом Глеб Никитин посетил и городец. Губернатор прогулялся по набережной, оценил благоустройство центральных улиц и обсудил дальнейшие планы по реконструкции исторических зданий. Служба информации Наталья Куликова. В Волжском сквере в центре Балахны многолюдно даже в будний день. Здесь и просторные детские площадки, фонтан и набережная в шаговой доступности. Отдохнуть сюда приезжают целыми семьями из самых отдаленных уголков города. Ну вот мы сюда приехали из Правдинска. Ну хотелось бы, чтобы таких мест в городе было больше. Я не знаю, вот как тут, а тут, конечно, хватает. А у нас не картон вообще, как бы. Ну там тоже есть, но мало что-то. Местные жители считают, что нужно не просто создавать новые площадки для отдыха и досуга, но и делать их комфортными для всех. Учесть все потребности, в том числе и нашего молодого населения, в том числе и наших молодых мамчиков. Также эти общественные пространства должны предоставить возможность отдыхать там же и людям с ограниченными возможностями. С этой идеей Владислав Болкин пришел на территориальную страцессию, а вместе с ним еще более 70 активных горожан. Примечательно, что в Балахнинском округе уже разработана стратегия его развития. Мы разработали несколько стандартов, с которыми мы хотим сравнить, к чему мы придем через 5 лет. Территориальная сессия – возможность услышать мнение жителей и внести коррективы как в муниципальную, так и в региональную стратегию. Создание частных музеев, молодежных зон отдыха, открытие магазина сувениров. Вот с таких вот, казалось бы, простых идей начинается разработка готовых проектных решений. Сначала все предложения выносятся на обсуждения, отбираются лучшие. Дальше разрабатывается конкретный план по их реализации. В итоге готовый проект выносится на суд экспертной комиссии. В обсуждении проектных решений принял участие и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Балахнар должен занять свое достойнейшее место как на историко-культурной, так и туристической карте Нижегородской области, но и на карте комфортных, благоустроенных городов. Участники представили свои идеи по самым разным направлениям. Так в округе Остр стоит вопрос в сфере образования. Местные школы буквально переполнены. Ученики учатся во вторую смену. Понятно, что здесь необходимо, наверное, и строительство новых школ для того, чтобы решить эту проблему завершения капитальных ремонтов, которые начаты у нас в Балахне. Не устраивает местных жителей и качество водопроводной воды. Наше предложение стоит в том, чтобы принципиально поменять место водозабора и перейти на забор воды из подземного артезианского источника. Балахнинский округ завершает цикл территориальных стратегических сессий в Нижегородской области. Впереди серьезная работа по обобщению и структурированию всех предложений, а их больше тысячи. Мы поняли фактически приоритеты, которые для себя жители района ставят, актив района ставят. Сейчас строгий анализ, доработка и внедрение уже на всех уровнях. Итоги работы стратегических сессий будут представлены на форуме «Вместе мы можем больше» уже в конце августа. Служба информации Наталья Куликова, Николай Прохоров. Всегда рад в преддверии праздника встреч с молодежью. Так начинается открытый и продуктивный диалог Юрия Шалабаева и активной молодежи Нижнего Новгорода. Такие встречи уже стали традиционными. В шатре на площади Минина воспитанники Центра военно-патриотического воспитания «Хочу стать десантником» и победители грантового конкурса «Молодой Нижний». Безусловно, поддержка города на высшем уровне. С нами сотрудники поддерживают, кураторы проекта, которые с нами всегда на связи. Совсем недавно у нас был общий созвон, где мы познакомились с победителями, где мы поделились друг с другом новыми идеями, будем поддерживать друг друга. Ну а в центре внимания встречи – патриотическое воспитание. Как отметил глава города, вся история Нижнего Новгорода и России – это передача знаний, традиций и любви к родине из поколения в поколение. Суворов, Кутузов, Жуков – ребята, которые сейчас проходят службу СВО. Они, может быть, неизвестны широкому кругу, но они такие же герои и также любят родину. Вот это вот настоящие патриоты, патриоты с большой буквы. На встречу с молодежью пришел и кавалер Ордена Мужества, участник специальной военной операции Лев Макеев. Нижегородец поделился историями с передовой и ответил на вопросы ребят. Главное здесь – одна общая цель. Победа на данном этапе, которая не за горами. И каждый, унося свой посильный вклад, ее приближает. Самый главный бой у молодежи с чем? Это с самим собой, с собственной ленией. Поэтому будьте лучше, чем вчера, совершенствуйтесь. И тогда патриотизм, он у вас не уйдет никогда, а будет каждым годом аккумулироваться. Городской конкурс «Молодой Нижний» не только возможность заявить о себе, но и получить грант до 500 тысяч рублей на поддержку собственного проекта. Победителями первого этапа стали 50 нижегородцев. Уже в октябре пройдет вторая часть конкурса. А значит, у активной молодежи появится еще один шанс воплотить свои идеи в жизнь.